Всех приветствую, дорогие партнеры компании Тарина. Опять вижу гостя, не вижу имен, уже неоднократно об этом говорили. Друзья, сначала, чтобы войти в эту вебинарную комнату, я как профессионал вам говорю, нужно зарегистрироваться на этой платформе. Эта платформа называется proofme.com. Отлично, вижу ваши плюсики, меня хорошо слышно, супер. Понятно это? Чтобы вы заходили под своим именем и фамилией, обязательно, я как интернет-предприниматель, продвигаюсь здесь профессионально, поэтому показывайте себя, кто вы, имя, ваша фамилия, чтобы к вам люди привыкали. Вот это мое начало. Обязательно выходите как гость и регистрируйтесь. Но сейчас уже это не нужно делать, потому что мы с вами сегодня начинаем. С вами Татьяна Макеева, и мы с вами продолжаем сегодня нашу тему продвижения через канал YouTube. Будет запись, конечно, будет, которую вы будете просматривать неоднократно. Я всегда об этом говорю. Нужно быть постоянно вот в этом, чтобы что-то у вас уложилось. И на прошлой неделе я вам давала практические знания, которые я использую на протяжении уже, ну, уже вот в марте, наверное, будет 8 лет. Не, наверное, точно 8 лет, как я здесь. Практические знания от создания почты до настройки собственного видеохостинга на канале. Если кто еще не начинал делать, поверьте, вы скоро будете много проигрывать в этой жизни. А напишите, пожалуйста, давайте немножко поактивничаем, похвастайтесь. Кто уже начал вести канал? Поставьте десяточки. Кто уже записывает свои видеоролики? Вот сейчас и посмотрим, кто быстро схватывает информацию, а кто еще пока раскачивается. Отлично, Инесса, Валентина, супер. Никогда не тормозите, планируйте свои действия на каждый день. И вот вчера как раз у нас были цели и планирование. То, что сегодня нужно делать, вот эти первые шаги, неважно, это касается оффлайн или онлайн, все первые шаги, они касаются ваших целей, вашего планирования. И сегодня у нас с вами следующие наши действия, ваши действия, не мои, они у меня уже есть, которые вы просто обязаны будете сделать для себя, для своего развития. Это все для вас. Вы должны понять сами, что вы хотите рассказать здесь, то есть на канале для вашей целевой аудитории. Это правильно и понятно донести информацию до целевой аудитории. Дальше. Делайте свой канал привлекательным, красивым, создаете баннер, ну, здесь мы еще называем просто шагку для канала YouTube. И, конечно же, я вам покажу, как сделать миниатюру для каждого вашего видео, чтобы ваш канал выглядел красиво, привлекательно, чтобы к вам подключались подписчики и, соответственно, потом переходили ваши партнеры. Дальше. Создать нужно первое ваше видео для трейлера, о чем я сегодня вам покажу, где вы в живом виде должны рассказать, что будут видеть ваши зрители, подписавшись на ваш канал. То есть вы познакомитесь здесь с собой. Дальше я вам покажу технику для выявления вашей экспертности. То есть вы должны выявить ваши сильные стороны. И сейчас мы с вами поговорим, насколько важно, насколько важно не только добавлять видео от компании, но и записывать свои видео. Я уже неоднократно говорила, 80% ваших видео, вашей информации, ваших фотографий – это 80%. Потом только идет бизнес, либо продукт, идет компания, либо презентация и все остальное. Еще раз напоминаю, что сегодня люди идут на вас, на каждого, на каждого из вас, на вашу индивидуальность. Я буду каждый раз об этом говорить и напоминать. Не упускайте это время, это момент важный. Конкуренция компаний и их продуктов растет с каждым днем. Рынок насыщен, в принципе, разными предложениями, что людям просто стало неинтересно. Сейчас люди в MLM бизнес идут на вас, на личность. Они идут на лучших в своем понимании. И готовы идти за вами, за такими людьми, но хотят учиться у лучших, быть в команде лучших и повторять их результаты. Соответственно, если вы новичок, у вас нет результатов, но с чего-то нужно начинать, ребят, с чего-то нужно начинать. Все успешные люди с чего-то начинали. У них тоже были провалы в жизни. Поэтому выбирайте сегодня человека, который что-то может дать другому, помочь решить какие-то проблемы, выйти из сложных ситуаций, которых сегодня огромное количество. Так вот, с чего начать вести уже ваш созданный канал. Но я не зря вот этот вот слайд сделала. Приготовьтесь. Возможно, у вас нет пока такого энтузиазма, как начинающую. Поэтому, чтобы были вот эти эмоции, нужно быть рядом с нами, быть на наших мероприятиях. Я постоянно буду об этом говорить. Потому что на канале у вас нет подписчиков. Может быть, у вас 2, 10, там 100. Но это очень маленькое количество подписчиков. Поэтому будет минимум зрителей, минимум просмотров, минимум лайков. Не будет комментариев вообще. И когда вы начнете все-таки вести его, уделять этому максимальное количество времени, снимать свои видео и не получать отдачи от ваших детей, то вы можете быстро разочароваться в этом процессе. Потому что намного серьезнее, чем вы думаете здесь. Это тоже работа, это тоже труд, это ваше состояние, то, что вы будете доносить до своего целевого клиента. Ну, я думаю, вы понимаете, в любом деле, в любых действиях, в любом бизнесе, даже в жизни тоже есть взлеты и падения. Поэтому, в первую очередь, я всегда об этом пункте говорю, на любых школах своих онлайн. Задайте себе 4 вопроса. Кто моя целевая аудитория? Для кого я буду вести этот канал? Что я могу дать полезного? И как я могу решить проблемы своего клиента? Каждый должен ответить на эти вопросы. Когда у вас будут уже ответы, у вас появится много идей в голове. И у вас будет отпадать то, что сейчас есть, возможно, у большинства. А что же записывать? Что загружать на свой канал? И самый важный момент выхода в онлайн. Неважно, это касается любой соцсети, не только канала YouTube. Когда вы ведете себя, чем понятнее вы даете информацию о себе, вы начинаете себя позиционировать, как обычного человека. Тем быстрее вы вовлекаете людей и становитесь более интересным. А значит, у вас будут появляться подписчики, будут появляться друзья, единомышленники. Как у меня появилось уже много единомышленников, которые сегодня со мной работают. И, конечно же, партнеры, клиенты. Это момент времени, который не нужно усложнять и затягивать на долгие года. Но здесь тоже нужно постоянно изучать этот механизм действий. Условия, правила, которые меняются иногда на канале. Как здесь все функционирует, вам это тоже нужно знать и понять. Но самое главное, не переборщить. И не забывайте, не забывайте, что канал бесплатный для всех. Но есть определенные условия, основные правила, которые вы должны соблюдать, чтобы вас, как у нас здесь говорят, не забанили, не заблокировали и не закрыли ваш канал. То есть соблюдать первое, авторские права других. Не использовать в загрузках на свой канал чужие видеоролики, не созданные вами, если у вас нет разрешения. Не использовать чужую музыку. Все это может закончиться совсем плохо. Блокировкой вашего канала, ну, после третьего предупреждения. Есть музыка, которая бесплатная. Вы можете прикрепить к своему тому или иному видео. Можно скачивать, устанавливать на ваши видеоролики. Сегодня данная платформа, вот канал YouTube, она ужесточила свои правила, и все блогеры об этом знают. Если начали вести уже свой канал, то не пропадайте. Ваши видео должны загружаться максимум 2-3 ролика в неделю. Но не надоедайте вашей аудитории. А лучше запланировать, конечно, и приучить ваших подписчиков и будущих подписчиков, и рассказать им, в какие дни у вас будут выходить ваши видео. Я дальше вам все это покажу по разным темам. Обязательно у вас должны быть идеи, как я уже выше сказала, ваши вопросы и ваши ответы для вашей аудитории. Тогда все для вас откроется, ну, просто моментально. И часто люди пугаются тех моментов, не знают, о чем говорить, какие-то технические моменты пугают, где какие кнопки нажимать, а вдруг что-то сломают. Я всегда говорю об этом. Всегда задавайте вопросы здесь, в интернете. Это огромная энциклопедия, огромное количество людей записывает обучающие видео. Приучите себя к этому. Открыли основной канал YouTube, написали в поиске, задали свой вопрос, и тут же перед вами все ответы. Не всегда нужно ждать школу, мою школу. Задали вопрос, как мне загрузить видео, хотя я на прошлой неделе это показывала. Все поняли, кстати, этот момент? Напишите, пожалуйста, поставьте плюсики, даже не плюсики, а пятерочки. Кто это понял? Я просто жду, мне важно понять, что вы это понимаете. Отлично. Хорошо, вижу ваши. Спасибо. Мне хочется вам рассказать, на самом деле, что вы будете делать в первую очередь. какой записать видеоролик своего канала, который будет у вас на самом видном месте, который будет привлекать ваших подписчиков. Хорошо, понимаете? Но не делайте. Я в прошлый раз вам говорила, что это называется, вот который сегодня, о чем будет сегодня речь, это называется трейлер вашего канала. И он очень важный для тех, кто еще не подписан, для нового зрителя. Это один из важных моментов. Для начала. Вас никто не знает, поэтому это видео будет ваше живое. Да, хорошо, Ирин. Ваше живое видео, которое не должно быть длинным. Примерно 1-2 минуты. Я думаю, это немного, чтобы записать себя и уже начать позиционировать. Оно должно быть адресовано на вашу аудиторию, с которой вы должны определиться. Еще раз заостряю свое внимание на этом. Целевая аудитория ваша. Все понимают, кто эти люди. Поставьте восклицательные знаки. Да, все понимаете, кто целевая аудитория. Это важно, когда вы не только начинаете развиваться в интернете, вы в оффлайне это тоже касается. Целевая аудитория. Я уже много рассказывала свою историю про целевую аудиторию. Отлично. Хорошо. Все пишем, все давайте активно работать. Сегодня не просто я там вам в левцу какую-то даю. Мы сегодня с вами обучаемся. Отлично. Хорошо. Кто не пишет, у того не будет результата. Поверьте. Поэтому пишите все. Кто не понимает, кто понимает. И вот начало трейлера вот этого вашего видео, это то самое время. Отлично. Офис Рязань. Где нужно обратиться к вашему клиенту, к будущему клиенту, к партнеру через ваше обращение. Я называю аудиторию образно клиентом, потому что это и есть ваши целевые люди. Это не обязательно те, кто будет покупать ваш продукт. Это не те, кто будет партнером, это новый подписчик. Это новый зритель, кто будет смотреть и наблюдать, вовлекаться в ваш образ. Ну, например, давайте разберем это на примерах. Это будет понятнее для вас. Мы с вами сетевики, интернет-предприниматели, предприниматели в офлайн. У каждого есть свои результаты. Неважно, опять же говорю, неважно, маленькие они или еще пока у вас нет. Вы новичок. Неважно, результаты есть ли в доходах или еще пока их нет. Вот только не вбивайте себе в голову, что вы никто и зовут вас никак. Это огромная ошибка. Вы блокируете сами себе путь, дорожку в счастливое будущее. Запомнили? Ваше первое видео для трейлера, чтобы привлечь ваших подписчиков. Начинаться он должен с заголовка. Опять же, я руководствуюсь тем, о чем будет ваш канал. Дальше я вам покажу на примерах, как он должен начинаться. Но вот такой слайд говорит о том, что нужно понять самого себя, в чем вы можете быть экспертом. Чем вы будете больше интересны для своей аудитории. Как найти свое предназначение, чтобы понять, что вы умеете. Это же самое передавать вашим людям. То есть сначала вы должны познакомиться с самим собой. Иначе вы не раскроете своих ценностей, вы не сможете выбрать свою целевую аудиторию. Вот я как раз хочу вам дать одну из подсказок. То есть вот эта техника, которую вы проработаете после нашей школы, чтобы выявить и вытащить из себя что-то интересное и понять, чем вы можете зацепить свою аудиторию, в чем вы являетесь интересным, с самой сильной вашей стороны. И вот это одна из самых подсказок, одна из техник, я уже давала на своей закрытой школе, которую вы проработаете после нашей школы, чтобы выявить и из себя вытащить что-то интересное, чтобы зацепить свою целевую аудиторию. В чем вы являетесь интересным? Самая сильная ваша сторона. Она короткая, не очень сложная. Возьмете себе для себя листок бумаги, вот так же разделите на четыре части. В первой части вы напишите свой опыт, то есть это ваш опыт, вот учиться надо, да, пора, ваш опыт, где вы работали, чем вы занимались, что у вас получалось, что не очень, вы описываете все, что было в вашей жизни. То есть я сегодня даю вам вот такую практику, которой я обучалась. Ребят, я не придумываю это, я обучалась у других интернет-предпринимателей, я отдавала за это деньги. Сегодня я обещаю для вас это бесплатно. Просто вы можете просто довериться мне и делать те же самые действия. Ребят, я вкладывала, инвестировала эти деньги. Я не пиарюсь там, я не говорю, что вот я такая вот с короной там на голове. Нет. Я вам даю просто это бесплатно, чтобы вы это четко понимали. Вы возьмете такой листок бумаги, разделите на четыре части и описываете. В первой части ваш опыт, чем вы занимались, работали. Для того, чтобы зацепить, надо чем-то выделиться. Да, правильно, Наташа, чем-то выделиться. Поэтому я себя, вас сегодня обучаю. То есть, описывайте в первой колонке все, что было в вашей жизни. Просто все. Вспоминайте все, чем вы занимались. И что у вас хорошо получалось. Это ваш опыт. Где вы приобретали этот опыт? Понимаете, о чем я говорю? Это первая колонка. Во второй колонке вы описываете свои таланты. Ну, к примеру, вы прирожденный музыкантом, либо певица, либо художник. Согласитесь, в детстве мы все о чем-то мечтали. Но, как часто получается, наши родители не развивают у детей такие способности к таланту и уводят от того, что было бы человеку интересно в дальнейшем, к примеру, его жизни. И этот талант сделал бы вас великим артистом, к примеру, или врачом, или ученым. Но не важно. Как я уже много рассказывала свою историю, вернее, многие уже слышали, когда в детстве нам, ребятам нашего двора, нравилось ставить концерты перед соседями, перед своим домом. Мы наряжались. Кто стихи читал, кто песни пел, кто танцевал. Когда сценки были модные. Выступали в детских садах, когда дети гуляли на площадках. Мне очень нравилось это. Я в школе пела, на разных сборах пионерских пела, на сцене в клубе наших, в клубе культуры. Пару раз на радио выступала даже. Вот, меня в школу выдвигала. Помню, я распела песню «Солнечный круг, небо вокруг». Вот, вторая песня, если честно, просто вылетела что-то из глаз. И потом, вот сейчас я только поняла, что выход на аудиторию, для меня очень важно. Признание и все прочее. У меня это идет из детства. И я это выявила. И сегодня я вам вещаю тоже это, как бы, вебинар – это тоже сцена. Вот, те два дня, которые прошли у нас, я тоже вела это мероприятие, была ведущей. То есть, вот этот пункт для меня очень важный. И вот, как раз вот эти пункты, таланты, ваши таланты, которые смогут вам открыть и сделать вам прозрение, что вам ближе. Но это надо сделать. Третья колонка – это увлечение, ваше хобби. К примеру, вы рыбак, ваше увлечение, может быть, вязание, вы шьете, может быть, вы любите поболтать, быть душой компании, умеете развлечь своих друзей. И как раз в этой колонке вы пишете, я не зря тут написала болтун, это хорошее качество, кстати, очень хорошее качество, когда вы умеете вести за собой людей и привлекать это качество лидера. И в четвертой колонке это отзывы, то есть, часто обращение к вам по тем или иным вопросам ваших друзей, ваших близких, ваших коллег. То есть, здесь вы можете задать даже вопрос своим близким, что, к примеру, им нравится вас, какие лучше они видят ваши качества, стороны, когда ваши друзья, к примеру, обращаются к вам за какими-то частыми советами, спрашивают, спрашивают, что вы можете порекомендовать им, да, что-то полезное. И когда вы все это перечитаете, все, что написали в ваших пунктах и найдете совпадение в чем-то, к примеру, мой опыт выступает перед аудиторией в связи с моим детством, да, потом это мне перекрыли, когда родители меня отправили учиться на бухгалтера, а мне это не нравилось, знаете, возможно, выступление на публику это мой талант, с которым я родилась, но артистом я не стала, да, но я увлекалась музыкой, я обучалась игры на аккордеоне, я играла на свою публику, когда гости приходили ко мне, к нам, вернее, в семью, когда еще я была маленькой, в школе училась, и мама мне говорила, Таня, а ну-ка с бацином, бароню, Таня брала аккордеон, и погнали, и все там аплодировали, понимаете, мне очень нравилось это. И дальше, когда я уже пришла в сетевую индустрию, мой талант стал развиваться, понимаете, о чем я? Я пришла в интернет, проходила коуч-тренинги, начинала проводить продающие вебинары, и мне тут сказали, у тебя это получается, тебя люди слушают, слышат, и у тебя идут продажи, понимаете, я не зря рассказываю свою историю, вот история, когда вы начинаете позиционировать в интернете, они очень работают, да не важно, в интернете, на земле вы на рандеву проводите какое-то общение, истории очень хорошо работают. Я, кстати, вчера, как раз вот у нас, когда выступали спикеры, были такие спикеры, которые рассказывали свои истории. Ребят, весь зал плакал, зацепят истории? Зацепят. Так же происходит и в интернете, поэтому я всегда говорю, рассказывайте больше свои истории, ваши взлеты, ваши падения, ваша жизнь, она будет вот такая, у людей то же самое, у кого-то может быть одно падение, они не могут выйти из этой ситуации. И ваши истории, они помогут людям изменить свою жизнь и прийти к вам в команду, стать вашим партнером и уже получать результаты. То есть у меня сложилось вот это, даже мне еще и наша команда помогает, Сергей Андреев, я могу много опять же рассказывать о себе, но хочется опять же донести до вас, чтобы вы разобрались в этом, в чем ваши эксперты. И вот эта техника, она поможет вам раскрыться и понять, чтобы вовлекать свою аудиторию. Давайте возьмем еще пример, чтобы связать это с нашим бизнесом. Если кто-то раньше занимался каким-то видом спорта, любит эту тему, и у вас тоже это хорошо получается, а вас говорят, что ты отлично выглядишь, вы тоже можете раскрыться в этой теме и уже подводить свою целевую аудиторию через спор. Ну, у нас эта тема уже становится все ближе и ближе, потому что и продукт, и наше приложение, наше будущее, да, это шагомер наш первый, который уже запустился, и в плане энергии, в плане здоровья все это в комплексе будет приводить к вам новых клиентов и партнеров. Если вы, к примеру, дальше пойдем, к примеру, медик, вы хорошо разбираетесь с целью нутрициологии, там нет традиционной медицины, вы доносите информацию на профессиональном уровне, ну, в отличие от меня, то это просто не обсуждается, вы сможете это тоже рассказывать людям, это может быть вашей нишей. Что такое ниша? Это как раз-то ваша область, ваши интересы, ваш талант, ваше хобби, ваше увлечение, которое может заинтересовать вашу аудиторию. Если вы уже сетевой лидер, вы строили команду на земле, это следующий пример, да, у вас есть уже структура, и возможно, что вы развили эти качества тоже откуда-то из детства, вы были всегда настойчивым там, другом, всегда выбирали позицию лидерства, опять же, что касается болтуном, да, когда вы были, выбирали вот эту позицию лидерства, вы выдвигались, вы хороший мотиватор, вы, может быть, во дворе с друзьями, вы были заводилой всех, тут можно тоже перечислять огромное количество положительных сторон вот этих болтунов, и на протяжении вашей всей жизни вы можете быть экспертом в данной теме, и вы тоже можете бизнес офлайн перевести в онлайн, вы можете быть хорошим учителем, я, кстати, не была хорошим учителем, я не была заводилой, но, понимаете, сегодня у меня что-то другое развивается, может быть, раскрывается какой-то другой талант, и здесь все одно и то же, как мы работали, к примеру, с холодным кругом на земле, то есть знакомились, встречались, общались, сходили в доверие, и потом только человек принимал решение войти в ваш бизнес, и я ведь, ну, я правда здесь говорю, подтвердите, поставьте десяточки, о чем я говорю сейчас, о холодном круге, там, уважаемые сетевики, кто делал это, я, кстати, на земле холодный круг для меня закрыт был, да, отлично, здорово, да, почему я вам даю эту технику, потому что, потому что видео, которое вы будете снимать, сегодня мы поговорим, говорим, вернее, о канале YouTube, где вы будете рассказывать о своих проблемах, которые вы уже проходили на протяжении всей своей жизни, и как вы выходили из этих ситуаций, да, вижу, что понимаете меня, я хочу донести вам свою тему о том, что мы с вами живые люди, и только через такое общение, без такого количества видео, можно работать, можно работать, но это будет наиболее такой, немножко меньший результат, можно работать через посты социальных сетей, можно, но лучше, конечно, еще добавлять лучше ваше видео, можно сначала работать с постами социальных сетей, можно, и мы с вами на школе этому обучаемся, через такое живое общение к вам будут люди приходить намного быстрее, не на компанию, опять же, повторяюсь, не на компанию, не на продукт, а на ваши результаты, это маленький такой процент, когда люди ищут компанию или продукт, в основном идут люди на людей, за людьми, вот, я думаю, это понятно объяснила, да, сегодня не работает то, что люди сегодня позиционируют компанию или продукт, не работает, запомните это, значит, что вы делаете дальше, дальше вы должны создать шапку, саму шапку, баннер для канала, это практически ваш небольшой такой офис в интернете, открытый для всех, насколько важный момент в первые секунды, когда человек попадает на ваш канал, здесь нужно установить баннер, который четко, ясно может объяснить вашему зрителю, о чем ваш канал, он должен быть таким, чтобы при первом взгляде на него, с первых секунд зритель понимал тематику вашего канала, поэтому хороший баннер может вдвое увеличить конверсию в подписке на ваш канал, вы должны хорошо подумать на основе вашей техники, что я вам выше рассказала, про что вы будете рассказывать, куда вы будете привлекать людей, чем вы будете помогать своей целевой аудитории, его, конечно, можно, такой баннер заказать у фрилансеров, у профессионалов, оно, в принципе, не так дорого, где-то я вот на днях посмотрела, минимум 500 рублей, но зато у вас будет профессионально, качественно, это для тех, кто разбирает, не разбирается в технических моментах и не умеет, то есть нет таланта даже, я как бы разбираюсь, поэтому я сама это создаю, но для тех, кто готов разбираться, разобраться, кому, в принципе, нравится этим заниматься, техническим моментом, я вам покажу, что я использую, любую картинку ставить не получится, там есть, конечно, из галереи, но это не те картинки, которые будут привлекать на вас, здесь нужно и качество, и размер, чтобы баннер вписался в ваш канал, и вот я использую, я показываю на этом слайде, я использую один сервис, их много, но я не так давно начала использовать вот этот сервис, который называется Canva, это инструмент для графического дизайна, и он очень простой, и я создаю свои картинки там, свои авторские картинки, где можно использовать огромное количество шаблонов, там есть для любой соцсети, для канала YouTube, создавать вот такие картинки, уже, конечно же, в авторском исполнении, и я рекомендую просто это делать, чтобы для вас как можно больше, то есть, чтобы вас находило именно как можно больше людей в интернете, даже по вашей картинке вас могут найти, я не буду вам показывать, как именно пользоваться данным инструментом, для этого понадобится очень огромное количество времени, у нас оно ограничено, ну, возможно, я запишу, будет у меня время, я запишу отдельно и выдам, да, такой урок, если хотите, от меня лично получить, но вы всегда, опять же, можете задать вопрос на канале YouTube, как создать шапку для YouTube на сервисе Canva, то есть, выберите для себя подходящее видео, там, любой, их откроется огромное количество, и уже по уроку, по тем шагам, которые дают в этом видео, вы создадите такой баннер, его не надо, этот сервис не нужно скачивать на компьютер, просто зайти на сайт, давайте я вам сейчас скину вот этот сайт, и вы потом, только сейчас не переходите, мы сейчас при этом обучаемся, да, хорошо, я вам скину, вот этот сайт, сохраните его себе, вот, пройти там несложно эту регистрацию, по-моему, я даже заходила через какую-то соцсеть, то есть, там представляется, там ведут вас по шагам, можно просто нажать на какую-то кнопочку, если вы есть в соцсетях, нажать на кнопочку любой соцсети, вас перенаправят, и у вас уже будет, в принципе, регистрация пройдена, но это для быстроты такой, дальше, то, что касается вот такой шапки, сканвой знакомый, прекрасно, но идей нет, хорошо, идея получится, появится, работаем дальше, значит, что вам нужно дальше делать, вам нужно прописать четыре, на баннере, прописать четыре важных элемента, о чем ваш канал, какую информацию ваш зритель будет получать, ваше фото, соответственно, фото, я рекомендую первое везде, во всех соцсетях, одно фото, как часто, дальше на баннере, что нужно вам прописать, как часто будут выходить ваши видео, и четвертый момент, это подпишись, призыв к действиям, понятно, четыре ваших, вот таких вот важных элемента, которые просто должны быть на вашем баннере, ничего лишнего, да, идеи появляются в процессе работы, спасибо, Оксана, это практика, тренировка, дальше, поехали, это я даю примеры уже, я буду вам показывать примеры таких баннеров, к сожалению, пока я не нашла примеры наших партнеров, чтобы показать их, да, я рекомендую это сделать прямо сегодня, завтра, не откладывать там на месяца, чтобы это все у вас выглядело, ну, как у нас с вами, как дома, в принципе, поэтому, вот пришлось такие сделать скрины других пользователей, других интернет-предпринимателей, таких показательных шагонов, да, вот смотрите, если мы с вами сетевики, можно опять же по-разному написать, каждый из вас может написать, MLM онлайн, то есть это зрители должны понимать, что здесь о сетевом бизнесе, да, о сетевом маркетинге в онлайн, если вы еще развиваете бизнес через свой личный бренд, то я рекомендую еще приписать здесь личный бренд, да, можно по-другому, продвижение MLM онлайн, то есть такие важные ключевые слова, где уже будет понятно, чем вы занимаетесь, не просто там заработок через интернет, я это считаю просто для лохотронщиков, либо там сетевой маркетинг, либо MLM бизнес, да, забыла еще, знаете, что сказать, что сначала вы выбираете фон баннера, обязательно, обязательно фон должен быть, сюда обязательно добавлять вашу фотографию, как автора канала, с именем, фамилией обязательно, потому что люди приходят сюда на вас, зрители находят только по вашему, по вашему имя и фамилия, здесь видят вас как живого нормального человека и, соответственно, подписываются на вас как на личность. Ну, знаете, многие ютуберы, они рекомендуют на баннерах указывать, как часто выходит ваше видео, да, я уделю этому немножко моменту, в какие дни будут выходить ваши видео, но если вы не уверены, что видео будут пока на первоначальном этапе выходить регулярно, то не нужно этого делать пока, когда вы научитесь уже, вести канал, это войдет уже у вас в привычку, вы уже будете уверены в том, что давать зрителям, у вас появятся идеи, какие полезности вы будете давать, тогда уже можно будет сменить этот шаблон ваш, то есть шапку канала, да, и можно будет уже добавить вот те моменты ключевые, когда уже вы будете рассказывать людям, когда будете давать уже свои видео, как я сказала, 2-3 видео максимум в неделю. у меня иногда больше получается, мне хочется быстрее донести информацию для людей. Вот, и еще один важный маленький такой момент, который рекомендуют сделать на баннере, это написать призыв, подписаться на ваш канал, то есть подписшись, да, что здесь они получат, то есть людей нужно, всегда нужно призывать к этому. И следующий пример. Следующий пример, если ваш канал будет идти о здоровом питании, кстати, можно создавать сколько угодно таких каналов, но пока вы не раскрутите один, не нужно распыляться на 2-3, здесь нужно уделять внимание и время, научиться управлять сначала одним каналом. Вы, конечно, можете опять же нанять специалистов, оплачивать им, и ваши каналы будут на профессиональном уровне развиваться. Если вы больше разбираетесь в нетрадиционной медицине, то можно уже здесь совместить с вашим бизнесом и обозвать, к примеру, здоровое и правильное питание, здоровое питание на клеточном уровне, там, клеточное питание, здесь можно связать и со спортом, можно назвать молодость, красота, антиэйджинг, то есть ваша фантазия, чтобы зацепить и остановить новых зрителей. Самое главное, целевая аудитория, то есть ваша фантазия, чтобы зацепить и остановить вашу целевую аудиторию. Не мою, там, не другую, вашу, да, то есть целевая аудитория. Да, отлично. Но не забывайте, о чем ваш канал, и что вы будете здесь давать. То есть ваше фото, чтобы соответствовало ваше имя и фамилия, подсмотреть, я рекомендую конкурентов, опять же, как я вот это делаю часто, ну и, соответственно, придумать свое. Как раз вот ваше приветственное видео для трейлера, вы можете тоже подслушать, как другие записывают, себя проанализировать, там, и пропустить через свою подачу. И давайте пройдем немного по сценарию. По сценарию, вот как раз вашего первого видео, которое будет вашим заданием сегодня. Задание будет сегодня. Как создать ваш привлекательный трейлер? Не забывайте, это первая ваша подача. Припаркуется на вашем канале ваш зритель или нет? В этом видео не нужно ничего продавать. На первоначальном этапе. Потому что, когда у меня есть, я уже что-то могу предлагать людям. Но у вас пока нет предложений. Тем более, когда вы только создали свой канал. Пусть люди сначала познакомятся с вами, привыкнут к вам, подпишутся. И потом вы уже можете менять, ну, в связи с своим ростом. Сначала вы должны представиться. Либо привет, как вам проще, как вам лучше ложиться на ваш язык, да, или там, здравствуйте, друзья. Меня зовут Такта. Я автор данного канала. Я, то есть, все вот это должно быть, знаете, эмоциями. Ну, вот кривляться не нужно, как некоторые делают это, как клоуны. Все это красиво преподать, с эмоциями, с улыбочкой. Я являюсь интернет-предпринимателем или действующим сетевиком, к примеру, да, успешным лидером сетевой компании. Но если вы еще не являетесь лидером, вы можете сказать, я помогаю людям реализовывать свои мечты или добиться тех или иных результатов. Здесь можно сказать, кому вы именно помогаете, то есть, уже на основании всех тех проблем своей целевой аудитории. И дальше можете рассказать свою маленькую историю, маленькую, маленькую. Как вы начинали строить бизнес, как вам было нелегко, что вас мучило, какие-то страхи, какие были препятствия на вашем пути. И это должно быть все понятно, коротко. И что вы сегодня, допустим, дальше продолжаете, да, ну, две минуты максимум. Ну, у меня иногда даже было больше. Что вы сегодня уже в хорошей команде, даже если у вас нет результатов, вы уже показываете человеку, что вы уже создали свое окружение, которое вам помогает. Понимаете, о чем я? Уже здесь промоутируете команду. То есть, я не имею в виду, там, у нас разные структуры, но общая наша команда, компания ТАВИ, которая дает нам вот эти обучения. Как вам было нелегко, что вас мучило, как и сегодня, как вы строите этот бизнес, как вы прошли, либо проходите эти обучения, и постоянно развиваетесь. Здесь у каждого будет своя история. И, соответственно, завершайте. Завершайте. Добро пожаловать на мой канал, где я буду давать вам много полезного контента. Я буду давать вам и делиться интересной информацией. Я буду делиться, как я расту, к примеру, да, как я обучаюсь, что я получаю. То есть, вы уже, ну, к примеру, определились в своей экспертности, уже знаете, что людям предложить. Вы уже это проговариваете. Что именно? Ведь это ваша аудитория, и ваши люди. Не надо здесь говорить, опять же повторюсь, не о компании, называть продукты. Я имею в виду в первом видео. Перечислять их. Говорить нужно в общем, рисовать картинку. Даже с небольшой какой-то интригой. Опять же говорю, с эмоциями, с настроением, чтобы вас не только было приятно слушать, но чтобы человек заинтересовался вами и, конечно же, сразу подписался. В этом видео вы можете сказать, опять же, если вы уже знаете, как часто будут выходить ваши видео. Но если вы пока не готовы, не нужно об этом говорить. Лучше потом перезаписать. И главная часть, как в принципе и везде, в любом виде, в любом, не только в начальном, в трейлере, в любом посте, который вы выставляете в социальных сетях, это призыв. Вот запомните еще раз и навсегда. Когда вы призываете зрителя, либо вашего читателя, читателя, там, если касается видео, подпишись на мой канал и узнавай все, там как, подпишитесь на вы или на ты, как вы будете обращаться. Подпишитесь на мой канал и узнавайте все новости от меня. Тогда ваш трейлер будет считаться работающим. Обязательно это делайте. Людей всегда нужно куда-то направлять, подгонять, давать спинки, в кавычках, стимулировать, иначе движения не будет. Расскажите это уверенно. Может быть, вы несколько раз перезапишите. Расскажите это вкусно. Почему ваш канал будет интересным для зрителей. Покажите лучшее, что есть у вас и донесите основную идею вашего канала. У меня, кстати, знаете, было первое видео на моем канале. Вы можете, конечно, его найти, там где-то в самом начале. Я просто записала, оно называлось у меня «Добро пожаловать, давайте познакомимся». И оно тоже привлекало подписчиков. Вот, кстати, для Варвары такой вот трейлер пойдет однозначно. Но что я делала? Оно тоже привлекало подписчиков, но я как бы уже была технически немного подкована к созданию такого видео. Сейчас в интернете много таких учителей, вы тоже можете это даже заказать, сами научиться. И как на предыдущей школе я вам рассказывала, что описание под видео одно из самых необходимых сведений для того, чтобы ваше видео индексировалось в поиске. Да, тоже еще раз прослушайте то видео, оно есть уже на канале, на официальном канале, у меня, по-моему, я загрузила уже. Поэтому вот оно будет выглядеть вот таким вот образом для зрителей, кто еще не подписан на ваш канал. Хорошо, спасибо за блюзики. И прочитав самое начало, человек будет сразу запоминать, чему посвящен ваш канал. понимать уже, не запоминать, а понимать. И, конечно же, основная идея, идея должна быть в первом предложении вашего описания. Здесь нужно, опять же, подумать, какие-то запоминающие выражения, ключевые слова, которые будут и на вашем баннере, и в описании. Обязательно добавляйте ссылки на ваши другие социальные сети. Вот, еще что я не сказала. Ваш стиль канала, вот это тоже важный момент, должен быть в одинаковых цветах. Сейчас мы готовим тоже наш официальный канал, чтобы он был тоже в красивых тонах, да, немножко это в будущем. То есть, ваш баннер и плюс ваши видео должны выглядеть, ну, когда они не в рабочем состоянии, желательно добавлять миниатюры. Сейчас я вам покажу это. Как это делать. Добавить миниатюру не сложно. Вот такую картинку, которую вы создадите в конве, как я уже выше сказала, либо в PowerPoint. Такая программа тоже есть. Я, кстати, с нее и начинала работать с этой программой. Она есть на каждом компьютере Windows. Там тоже можно научиться создавать картинки, но там больше работа идет со слайдами. Ну, отдельные картинки тоже можно создавать. А в конве есть множество таких шаблонов, много других инструментов, и там самое главное, вы можете уже создать по размеру для любой социальной сети. Как раз миниатюра и шапку на канале YouTube тоже можете по размеру создать. Итак, как добавить миниатюру? Я думаю, вы уже знаете, как загружать, куда нажимать, чтобы начать загрузку видео. И здесь вы видите уже на скриншоте, как загрузить миниатюру. Пока у вас загружается ваше видео, ваше видео, вы опуститесь вниз, вот здесь уже я показываю низ вот этой загрузки, в отдельной рамке у вас будет написано свой значок. Когда вы нажимаете, открывается ваш компьютер, вот вторая картинка, вы находите свою миниатюру на вашем компьютере, готовую уже из конвы, либо там в PowerPoint, и выбираете, то есть выделяете эту картинку и нажимаете открыть. и она уже прикрепляется сейчас следующий слайд, я показываю на скриншотах, и она прикрепляется к вашему новому видео. И когда у вас будут на всех видеороликах вот такие одинаковые миниатюры, конечно же, с разными вашими фото, с разными там, если будет о продукте, вы добавляете на эту миниатюру фото продукта, с разными заголовками по теме каждого видео, но фон у вас будет один одинаковый, то есть фон вы уже приготовите отдельный. Понятно, для чего это нужно? Ну, ребят, если уже начинать это, то начинать как положено, согласны? Я, конечно, начинала как попало раньше, потому что тогда не было столько информации, не было столько уроков, сейчас это актуально, научиться можно делать это сразу, нетрудно. Ну, пошли дальше, еще немножко, и мы закончим с вами наш урок. Вот смотрите, и конечно же, чтобы ваше видео было более профессиональное, ваш канал более профессиональным, чтобы был, лучше записать его качественно, с интересным фоном, чтобы ваше лицо было, это я уже показываю свой канал, вот как он будет выглядеть у вас, запомните. Но на это сегодня многие обращают внимание, да, конечно, просто я сейчас перелесну, я просто, к сожалению, не стала другие каналы, скриншоты делать, ну, как бы пиарить других людей, лучше давайте мы будем свои пиарить, пока у нас нету своих, кроме меня. Ваше видео должно быть видно хорошо, ваше лицо, чтобы свет падал на вас, и, конечно, уверенно донести вашу ценную информацию. Пока готовилась в сегодняшней вот школе, да, просмотрела много каналов, знаете, какой разный возраст все-таки записывать себя на видео, разные личности, поэтому, если у вас сидит еще страх, я думаю, есть такие, да, кто боится снимать себя, ну, снимать свои видео. Нормально, Эльвира, и это нормально, кто боится, я тоже когда-то боялась, поэтому, если у вас сидит еще такой страх, что я боюсь, я выгляжу не так, что обо мне скажут, пят, ничего не скажут, знаете, что скажут, знаете, что скажут потом, просто будут говорить и восхищаться вами как вы изменились как вы выросли сетевой индустрии то что с нашим продуктом как раз на первом дне вот в субботу говорила об этом нужно заморачиваться что вы выглядите не про не так как все я уже по моему рассказывают историю когда когда-то лет не помню четыре или пять лет назад я когда я наблюдала за женщиной было в одной компании информационный продукт был с которым я кстати выросла очень хорошо я наблюдала за одной женщиной она была с глубинки не из москвы варвар я знаю что вы из москвы она была человек из глубинки знаете такая была страшненькой ну извините ну все мы люди разные но она тоже вошла в эту команду у нее было четверо детей и она начала обучаться она начала снимать видео ребят она начала зарабатывать понимаете о чем я говорю зарабатывать она жила в глухой деревне у нее там плохо было с интернетом но она начала развиваться не устроилась команда она когда начала там уже записывала видеоролики когда к не подключались партнеры конечно не не критикую этого человека что все мы с вами разные но у каждого есть своя изюминка не важно как вы выглядите важно как вы преподносите понимаете о чем я преподносить можно по-разному не важно какое у вас лицо с нашим продуктом если вы пользуетесь я просто рекомендую употреблять наш продукт вы станете другими понимаете усвоить это для себя потому что интернет это холодные контакты без доверия к вам никто не будет приходить без того если вы не будете показывать себя чтобы довериться нужно дать людям какую-то бесплатную полезность быть интересным простым с открытой душой но не переборщить а то сядут на шею я имею виду про бесплатность нет когда с вами человек уже познакомиться через ваше видео приветственное видео он подпишется и будет дальше за вами следить к сожалению в интернете это не быстрый процесс но везде нужно торопиться и вы об этом знаете отрабатывать свою статистику проб проб и ошибок а ваши бесплатные полезности заговорился же здесь могут быть ответы на вопросы вашей целевой аудитории я думаю мы с вами поговорим в следующий раз об этом проще говоря мы с вами здесь все сетевики уже знаем с какими проблемами мы с вами сталкивались сегодня огромное количество сетевиков предпринимателей до сих пор не умеет строить команды приглашать людей работать с возражениями и прочее вот как раз такими полезными видео вы должны будете делиться а если есть канал клуб творческий то в нем есть смысл сделать вкладку оба малым без проблем конечно натали можно параллельно с этим вы будете рассказывать и о нашей компании и о себе и о продуктах и о команде на самом деле вот варвара пишет что идеи нету идей на самом деле много чем вы можете привлекать свою аудиторию не забывайте использовать те инструменты инструменты для того чтобы ваш канал ваши видео попадали в поиск пользователей интернета и у меня к вам будет такое вот предложение если у вас сейчас есть вопросы по развитию по продвижению задавайте если пока все понятно то можете задавать мне все вопросы параллельно где-то в чатах на наших официальных группах соц сетей там есть вкладка обсуждения кстати я давно уже об этом говорю вконтакте в официальной группе до запись бойгален в официальной группе нашей компании есть вкладка обсуждения вопросы задавайте мне их там не нужно ждать нашей школы задавайте соответствии с вашими вопросами я буду вести дальше такие вот вебинары я буду давать вам след на следующих школах все ваши все вот эти вот ответы и как раз как всегда вам домашние задания до нарабатываем вы должны понимать что без практических ваших действий продвижения у вас не будет все будет отправляться знаете куда долгий ящик складываться вернее и вы с трудом достанете оттуда те уроки что я даю что даю другие спикеры возможно вы никогда и не достанете оттуда из этих ящиков эти уроки это как в обычной школе если ученик не выполняет задания и так каждый раз он не сможет догнать другие темы да и соответственно становится кем как вы считаете в школе отстающим в своем классе правильно же поэтому вы можете то конечно сказать ладно завтра завтра приходят так все сейчас некогда понедельник начну и так всю жизнь будете кормить себя завтраками поэтому дали вам тему сразу же сделайте сейчас есть все инструменты чтобы заснять видео как загрузить я вам как раз показывала на этом уроке на предыдущем уроке понятно думаю все ваши вопросы вы задаете мне в любых в любых на наших каналах любых на любых ресурсах ребят на сегодня у меня все я благодарю вас за то что вы сегодня есть за то что вы у меня учитесь до надо начать до новых встреч дорогие мои я с вами не прощаюсь я говорю вам до свидания вами была на связи татьяна макеева пока пока